Можно ли сказать, что стык цифр и художников родил что-то новое? Ну, конечно, да, безусловно. Да, так можно сказать. Монетизировать это можно? Артем Лоскутов, 32 года, сибиряк. Сибиряк, прям коренной. Ну, родился там, а там все коренные, как бы все понаехали в Сибирь, так или иначе, кто-то раньше, кто-то позже, кто-то сам, кто-то не сам. Кого-то родители привезли в себе, кто-то, чьих-то родителей кто-то привез. Понятно, коренных нет, все как индейцы, всех вырезали. Не, ну есть какие-то, но и что же, мы же все мигрировали откуда-то из израильского сада. А, понятно, все, ну понятно. Кроме того, кроме того, что Артем, ты еще, ну как бы ты представил себя еще? Обычно отвечаю на этот вопрос, словом, художник. Ну ладно, я, в общем, на самом деле, знаешь, как один из создателей монстрации. Я ждал такого ответа. Потому что, следующий вопрос, что такое монстрация? Ох, художественная акция. Наверное, одна из самых массовых в России. А может, ты даже и не в России. Что такое тогда, вот смотри, да, есть рыба, это человек рисовал. Ну вот это условно произведение искусства. Спорное может быть, может быть не очень качественное. А монстрация, почему это художественная акция? Потому что ее тоже кто-то рисовал. А почему бы нет? Потому что автор так решил. У нас же весь 20 век художники добивались права называть искусством все, что хочешь. Хочешь квадрат черный, хочешь вешалку, хочешь баночку с говном, как бы хочешь, не знаю, танец. Вот, спасибо, спасибо этим художникам. Нужно пользоваться их достижениями, не забывать, не выбрасывать, просто продолжать. То есть ты считаешь, ну, смотри, ты как бы привел, да, такие, хоть баночку, хоть черный квадрат, хоть еще что-то. На самом деле, черный квадрат был как раз в каком-то смысле первым и последним из этого постмодернистского списка. Потому что черный квадрат – это некая точка, да, то есть Малевич, когда я его написал, он сказал, что живопись закончилась. Ну да, ну и все, живопись закончилась, что тогда, тогда вопросы к рыбе начинаются. Если живопись закончилась там в 1915 году, то… Зачем рисовать рыбу? Почему рыба у нас искусство? Ну да. Всех рыб уже нарисовали. Ну и искусство – это что? Это как бы отражение в образе чего бы то ни было, да, использование этого, создание этих образов. Вот монстрация – это образ. Класс, образ чего? Что выражает монстрация? Рыба, видишь, летит над городом. Монстрация выражает то, что в головах у ее участников. Peace and love, свобода, панк, давайте посмеемся. Ну там надо читать, смотреть лозунги, как бы да, и узнавать. Каждый год у нас происходит такой срез, и мы как бы делаем замер состояния. Смотри, это образ, ну, кроме всего прочего, все равно это образ чего-то, да, но если это художественная акция, тем более, все равно не бывает, да, все-таки даже, ну, черный квадрат, понятно, это действительно произведение искусства, а даже это баночка, которую ты упомянул, неприятным содержанием. Неизвестно, кстати, в чем, как бы, это она называется, что у нее там такое, а что там, кто-то доподлинно неизвестно, кто-то что-то вскрывал, что там внутри так и не осталось. Ну понятно. Вот смотри, чтобы понять образом, что является монстрация, три самых прикольных на твой счет, на твой взгляд, лозунга, транспаранта и так далее, монстрации за всю жизнь. Ну, не знаю, один вот на мне написано, здесь у нее Москва. Северная Корея, я просто пойду по последствиям. Северная Корея и… Май, май. Ну, это такой спорный, смотри, здесь вам не Москва и Северная Корея, два политических, ну, явно политических. Почему это? Ну, потому что, ну, Северная Корея вообще понятно почему, а здесь вам не Москва связано с ситуацией… Никаку не южнее, посмотрите на… Ну, в общем, это все понятно, но, в общем, понятно, что это выражает, ты же понимаешь, о чем лозунг «Северная Корея»? Догадываюсь. И здесь вам не Москва тоже. Здесь вам не Москва, это… это мне… это цитата, это цитата чиновника, который явно имел что-то другое в виду. Он отказывал в согласовании монстрации и спросил почему, потому что здесь вам не Москва Артем Александрович. Типа, уехал и живи там, води там свои шествия, а нам тут этого не нужно, типа. Ну, тут сибиряки, да, люди серьезные. Вот, 16-й год монстрация совпадает с Пасхой, очень такой большой соблазн по этому поводу что-то сказать, хотя все уже сказано было. И если ты игнорируешь этот контекст, если ты игнорируешь, что у тебя сегодня Пасха, что у тебя в городе беснующиеся православные активисты, так называемые, и весь этот контекст, то как бы как его проигнорировать. Мне показалось, что вот эта фраза достаточно хороша. Ну просто в таком случае действительно становится чуть-чуть понятно, почему все-таки вас немножко прессуют. Все-таки политика там есть, к сожалению. Что значит, ну а как, ну в смысле, а в чем нет политики? Ну в рыбе нет, в черном квадрате тоже нет. Ну, ну, черный квадрат вместо претендовал на место иконы в красном углу. Ну, в этом столько политики. Другая, если сегодня, в сегодняшнем контексте. Нет, если да, но в сегодняшнем контексте может быть. И, кстати, про церковь тоже надо узнать. Ну ладно, сейчас монстрация показывается. Это была политическая акция. И, конечно, я об этом не говорю. Мы все там, я говорю о том, что это художественная акция, все такое. Но это была, она возникла, потому что ты не можешь сделать политическое высказывание. Ну, вот мне там 17 лет, 2004 год, я хочу, меня что-то беспокоит. Меня там беспокоит, не знаю, война в Ираке. Или там то, что у нас выборы, как бы, вот я взрослею, я получаю паспорт, и я вот жду этого типа паспорта, да, мне 17, что ты получишь с этим своим 18-летием? Ты получишь обязанность служить в армии и необходимость как-то решать этот вопрос. Тебе начнут продавать алкоголь и сигареты, и у тебя будет право голоса. И вот я смотрю на то, что я сейчас получу право голоса, какие там у нас выборы проходят. На выборах у нас соревнуется действующий президент с охранником Жириновского. И ты думаешь, блин, ну это такой скучный и демонстративно скучный спектакль, который даже хотя бы для вида не постарались сделать интересным. И вот это мои опции взрослой жизни, выбирать между этим охранником и Путиным. Какая политика? Нет никакой политики. Ты хочешь сделать политическое высказывание, а у тебя тут уже такие политические высказывания, которым ты даже не знаешь, что добавить. И нужно еще представить себе Новосибирск, потому что в Москве условно говоря тебя услышат. Ты можешь выйти на Красную площадь с каким-то плакатом, как бы власть чувствует, что ты рядом, ты чувствуешь, что власть рядом. А так ты в Новосибирске, и это типа вот как будто бы тебя в Марьино сослали с шествием каким-то демократическим, оппозиционным. Только это не Марьино, это вот очень сильно дальше, чем Марьино. И чего, с кем там разговаривать? С рыбами, с елками, со снегом? Ну просто вот смотри, мне кажется, что люди… Вот я не был, правда, на монстрации ни разу каюсь, но я смотрел, естественно, там, да, фотки у Варламова и так далее. И все большинство лозунгов на самом деле к политике имеют отношения, не имеют отношения, да. То есть люди вышли и вышли покайфовать, поприкалываться, да. То есть может такое быть, что в монстрации 70% или 80% на самом деле действительно им пофигу на всю эту политическую деятельность. Для тебя это некий… Мне кажется, что для тебя это все-таки некий политический акт. А для них это, ну, реально такая… Плыть параллельно, не касаясь этого гребаного мироустройства. Ну, может быть и так, но у нас же есть разные, как бы, контексты, в которых монстрации существует. Бывает такое, что тебя заранее предупредили, что акция будет жестко разгоняться, говорит наш мэр, да, или там губернатор, стягиваются все, как будто на парад. Ну, вот я 15-й год вспоминаю, там, да, конная полиция, которая даже не подозревал, что она в городе есть. Люди, космонавты вот в этих щитках впервые появились в Новосибирске. Второй раз были вот 9 сентября, когда был последний какой-то общероссийский протест против повышения пенсионного возраста. То есть поливальные машины, которые люди принимают за водометы, потому что водометов никогда не видели. Ну, что это такое? Ты пришел, блин, на государственный праздник 1 мая по зову мэра, а тебе здесь, кажется, не рады. И когда люди приходят на такую акцию, как бы тут уже сложно сказать, что они туда покайфовать пришли. Они идут туда, в общем-то, ну да, конечно, как бы получить свой какой-то кайф, но они рискуют. И они идут туда, несмотря на риск, там, получить 15 суток, например, да, или какой-то штраф внушительный. Ну, или по голове просто получить от этих людей. И это, в общем, я бы не, ну, как бы не упрощал это все до слова покайфовать, типа, да, поприкалываться. Ну, у всех разные приколы, как бы, да. Ну, да, все понятно, но тогда понятно, почему закрывают, да, то есть тебя, почему это сколько? Два раза, три раза тебя закрывали? Два, успешно два получилось. Третий раз ты вырвался и побежал. Не, ну, да, там пытались. Не, ну, как бы, первый раз пять задержанных было в 2004 году на первой демонстрации, и, в общем, это такая постоянная история, просто иногда это как-то переходит в какие-то разумные рамки, иногда нет, всякое бывает. Последний раз задерживали, в 16-м посадить, сажать не стали, не знаю, или не захотели, или у них там что-то не сложилось. Слушай, тебя закрывали, да, первый раз, ну, ты говорил, что это не было наркотиков, ты вообще против наркотиков, не надеюсь? Нет, были наркотики. Были наркотики? Были 11 грамм вещества растительного происхождения зеленого цвета. Единственное, что мне не пришло, к сожалению, в голову, заказать экспертизу, она вообще рабочая или техническая, вот эта вот конопля, которую мне там подбросили эшники, как бы она, может быть, она с полей, потому что у нас в Новосибирске есть какие-то предприятия, у которых есть лицензия на выращивание технической конопли. И вот это вот никто не проверял, как бы, да, и, может, она вообще… Не, ну, если подбросили, то, скорее всего, ну, что, им сложно 11 грамм нормальный подбросить, зачем? Ну, а друг у друга плохая была. Да нет, у них хорошее. Ладно, ты против наркотиков. Ладно, снимается вопрос. Когда тебя закрывали первый раз, получается тебя закрывали… У меня были дреды, вот такие вот, и как бы человека с вот такими дредами очень легко обвинить в том, что это его наркотики. Ну, как бы, блин, даже если его, не знаю… Одно дело, человек курит условно, например, представим такую гипотетическую ситуацию, человек курит траву, а другое дело, он носит при себе крупный размер. Ну, смотри, статья реальность, ну, действительно стремная, да? До 8? Ну, да. До 5? Сам популярная статья в российских тюрьмах. Ну, в общем, да, потому что поняли все сажать. Когда тебя закрывали, страшно было? Там много разных моментов, которые были менее страшные или более страшные. Не, ну, мне не понравился какой момент, что мне подбрасывают, там все как бы за меня, там нет моих отпечатков, наркологическая экспертиза говорит, что я ничего не употребляю, там свидетели все за меня, уэшников никакого материала на меня нет. Дальше происходит как бы суд по мере пресечения, на котором абсолютно перевез в мою пользу, как бы куча всяких характеристик положительных, там все остальное. Аргументов, что меня нужно закрывать, нет. Статья такая, как бы, по которой не закрывают с первого раза, если ты, типа, не сбыт, там все такое. Вот, и это длится там, сколько-то там, не знаю, 5-7 часов. Я жду, что сейчас уже придет судья из комнаты в совещатель. Лежит иди домой. Да, а тут мне говорят, что он намерен скрыться, продолжить, продолжить преступную деятельность, да, там продолжит хранить без цели сбыта, передвигаться по территории Дзержинского района, города Новосибирска. И, как бы, вот иди-ка ты в тюрьму, да, несмотря на то, что у тебя есть там регистрация, там ты живешь по месту регистрации, учеба, работа. Ну, то есть все формальные, как бы, признаки, которые могут так или иначе, ну, влияют на решение об аресте. И дальше мне там пост по той статье с Светила, ну, самой первой части, до трех лет лишения свободы. Соответственно, ты настраиваешься, что если тебя вот при таком выборе, где все за тебя, тебе дали, как бы, плохой исход, то и тут, что можно теперь три года просверять, а можно же еще что-нибудь добавить, еще что-нибудь найти, там, какие-нибудь показания. То есть ты видишь, как бы, что, как бы, закон демонстративно нарушается, причем так, ну, вот максимально, как бы, да, и ты ждешь, уже настраиваешься на самое плохое. Это, конечно, стремновато. Когда сейчас я оглядываюсь назад и говорю, вален, смешно, там, меньше месяца отсидел, что это вообще на одной ноге можно отставить. А когда ты не знаешь, как бы, когда этот месяц кончится, и ты не очень понимаешь вообще, ну, какие перспективы отсюда выйти. Это, конечно, ну, неприятно, и ты просто, ну, ты сталкиваешься со своей беспомощностью. Ты не только со своей беспомощностью, куча людей, которые пришли тебя там поддержать, там, не все попали в здание суда, там, куча пресса, не знаю, то есть все понимают, как бы, о чем речь, все понимают, что вот он был подброс, вот человеку там угрожали с утра задержанием, когда-нибудь, а днем задержим. Днем задержали. Каким нужно быть дураком, чтобы носить при себе наркотики? Ну, то есть всем очевидно, но при этом, ну, как бы, на одной чаше весов ты, на другой четыре мента, и их начальство, возможно, и так далее. Соответственно, в этом раскладе ты не можешь победить. Только надеяться на кармические какие-то там… Которые сработали? Ну, у одного сработали, один мент сидит из моих, получил что-то в районе десяти лет, позже попался на подбросе героина. Почему? Зачем? Что такое с монстрацией? Что с монстрацией не так, что ее можно бояться? А мне кажется, тут принцип, вот как в анекдоте, ты почему ключи под фонарем ищешь, потому что тут светлее. Да, как бы, вот я тут и ищу. Ну, мне нужно какую-нибудь эту самую молодежь… Работа по бороду типа? Да, вот же они прямо под боком как бы. Ну, а как сейчас… чем сейчас занимается Центере? Не, ну, это понятно. Репостами, да. Вот они сидят и ищут эти репосты. Потому что и то преступление экстремистской направленности, и это преступление экстремистской направленности. Чем ловить какого-то там ваххабита, который еще, не дай бог, отстреливаться будет, гораздо проще поймать того, кто репостит. Читаться о росте преступлений потребуется, повышение финансирования там, да, и как вот это все работает. Мне скорее было странно, почему Центр Э меня поймал за траву. Вот как это так связано? Вы же должны экстремистов ловить, а что это вы как бы траву нашли? Ну, не штыковка какая-то, да? Страшнее, вот сейчас интересно сесть, вообще что-то происходит чуть-чуть пострашнее в тюрьмах или нормально? Тогда мне казалось, как-то все-таки это было относительно-то хотя бы немножко был защищен. Сейчас? Нет, одинаково? Не страшнее? Ну, сейчас мне как бы совсем не страшно, потому что… Ну, то есть с одной стороны ты понимаешь, куда ты там уже был, более-менее представляешь себе, что там происходит. Первый раз, конечно, ты в туманность совершенно погружаешься в какую-то тюрьму, где зэки, ой. И что изменилось, что стало хуже? Если тогда работали какие-то вот компании по сопротивлению репрессиям, да, по доставанию людей из тюрьм, то сейчас ты понимаешь… Ну, произошел переломный момент, конечно, с историей Pussy Riot, и после… Ну, цена выросла, как бы, ты не выйдешь через месяц, скорее всего. И даже если ты получишь двушечку, это, в общем, тоже подарок по нынешним временам. Да, на фоне там какого-нибудь срока Сенцова и вот этих вот безумных дел про терроризм, там новое величие, дело сети… Ну, как бы такого не было в 2009-м. Но монстрации мы все-таки проводим и будем проводить, так? Ну, да. Класс. Ну, а чего? Нет, ну, мы же нужно понимать, как бы, и что в голове у власти. Они же тоже не могут, ну, как бы, они не могут с ней бороться всерьез, они могут всерьез монстрацию закрывать и говорить, это террористы. Ну, потому что, блин, кого вы хотите в этом убедить, вам никуда он даже менты не поверит. Ну, менты как раз не поверят, они в курсе. Ну, я думаю, в телевизоре люди, которые, ну, которые, хотя телевизор сейчас, наверное, никто не смотрит, поэтому пофигу. Ну, когда в телевизоре будут рассказывать, что вы террористы… Ну, я бы хотел на это посмотреть. Да? Я бы нет. Я не знаю. Ну, это, мне кажется, совсем уже за грани. Слушай, ну, ладно, сейчас пока с монстрацией все-таки мы… Нужно проводить итоги, у нас Новый год. Вот, в общественной жизни что-то происходит. И мне показалось, что художник должен видеть и понимать, да, что происходит в общественной жизни. Восемнадцатый год, как тебе кажется, каким был? Да… каким? В общественной жизни. Ну, не знаю, нету Федермейсер вошла в объединенный народный фронт там, да, или какую-то там партию сумасшедшую. Вот это, я не знаю, от этого я стараюсь давно ничего не знать об общественном народном фронте, о новостях. У меня в какой-то момент произошло тоже, я сломался и замьютил все новостные аккаунты, не открывая новостных сайтов без каких-то больших поводов. Потому что в какой-то момент просто почувствовал, что ты переполнен ненужными тебе знаниями, информационным мусором, который сейчас, ну, просто так вышло, что, в общем, новости, ты хороших новостей не ждешь. Ну, как бы, а зачем ты расстраиваешься, читая плохие, зачем же ты их читал, как бы, да, что ж ты ждал, там, хороших новостей, увидишь, что думать что-нибудь разрешила, там, да, или что-то такое, ну, просто перестал следить. Слушай, ну, это когда случилось у тебя, например? Пару лет, наверное, назад. То есть, ну, слушай, вот взгляд художника, да, что происходит в общественной жизни. Художник говорит, может быть, что-то происходит, но я… Ничего, кажется, что ничего особо оптимистичного или каких-то больших поводов для оптимизма, ну, я не помню, 2018 года, к сожалению. Ну, какие-то тогда, ладно, общественные проекты какие-то там… Больших поводов для пессимизма тоже, к слову. Это хорошо. Не вижу. Ну, то есть, слушай, если ты выполнил из новостной повестки, то, естественно, ты не видишь ни того, ни другого. Ну, это попытка из нее выпасть, ты все равно не можешь из нее выпасть. Ты все равно знаешь там, кто там, какая-нибудь Захарова сказала, ты хочешь не хочешь, приходится это знать. Да, и там друзья-журналисты и все такое, как бы все равно присутствуешь. Просто я пытаюсь сократить это количество, это информация, оно реально… Максимально сократить. Ну, окей, это происходит в общественной жизни, да, вот взгляд художника. Все-таки, ну, какие-то проекты, может быть, ты вспомнишь то, что тебя раз вштырило, и ты сказал, ну, вот, блин, ребята, молодцы, но низовые, естественно, активистские какие-то. Не художественные, а условно НКОшные. Ну, не знаю, я испытываю радостное чувство, когда я вижу медиазону, например, да, это вот история работающая, выросшая из акционизма, выросшая из, там, дел пусть и райот, как бы, да, и всего остального. Это не история 2018 года, да, это чуть более старая история. Ну, не знаю, за последний год они, там, перешли на краудфандинг и собрали свой миллион рублей в месяц и продолжают работать. И вот за них я радуюсь и вижу, что вот в этой сфере, там, с этим медиа и с деятельностью Агоры, например, я рад, что в нашей стране есть такие инициативы. Смогут ли они, ну, как бы, повлиять на всю картину? Ой, мне понравилось, что Telegram не смогли заблокировать. Класс! Мне очень нравится. Наконец-то мы видим, что, как бы, наше государство не может победить, ну, вот, например, технологии, да, и, как бы, демонстративно, пытаясь всеми силами заблокировать весь интернет, как бы, Telegram продолжает работать, и это вселяет повод для оптимизма. Класс! Ну, смотри, видишь, молодец, отлично. Вот он взгляд художника. Я бы, кстати, тоже, мне кажется, это выделил. Кстати, что касается художников, как сейчас живут, сегодня живут художники? По-разному. Хорошо живут? В основном нет, наверное. Ну, кто как. Как они вообще выживают? Ну, если вот есть, я знаю, есть гениальный художник Шилов, есть, есть Церетели и еще один, вот третьего, третьего я забыл. У них все хорошо. Вот они выживают, я так понимаю, хорошо. Глазунов еще там где-то был. Кто-кто еще? А, точно, Глазунов, вот. Я реально его забыл и специально решил не вспоминать, чтобы сказать, что я забыл, как его забыл. Ну вот от меня не скрыться напомнил. Они, я так понимаю, нормально выживают достаточно. Как выживают и выживают ли художники другие? Ты? По-разному. Сокращают долги. Вот тенденция последнего года позитивная. Долгов становится меньше? Да. Да, неплохо. На чем вообще вот сейчас, смотри, акционизм, перформансы и так далее. Можно интересно предположить, что это новая форма искусства? Что вот черный квадрат, да, Малевич подписал приговор, и это действительно продолжалось весь 20 век, пусть весит постмодернизм, это вот действительно черный квадрат на большом счете. А сейчас появилась сеть и появилось что-то на стыке цифры. Можно ли сказать, что стык цифры и художников родил что-то новое? Ну, конечно, да, безусловно. Да, так можно сказать. Монетизировать это можно? Монетизировать, наверное. Ну, как бы бизнес и куча в сети, что только не монетизируют. Художественные произведения с цифрой как-то скрещены и монетизируют? Ну, как-то да, но мне кажется, это не про Россию. У нас холсты монетизируют в основном до сих пор, холст, масло, и все очень традиционно. Ты что-то зарабатываешь на футболках, да? Ну да. Это же, можно сказать, монетизация? Ну, с какой стороны посмотреть? Можно сказать, что это просто поиск новых медиа. Ну, в смысле, ты можешь Настю на картину наклеить, а можешь наклеить ее на пешехода, на передвигающегося человека, который будет твоей передвижной выставкой. И у тебя может картина висеть в галерее, а может висеть на заборе где-то, а может висеть на 100 людях, которые носят тираж твоих футболок. И, может быть, присоединяются к твоему высказыванию, может быть, пользуются твоим высказыванием, чтобы ты за них сформулировал что-то, им понравилось, они надели на себя что-то такое. А можно просто считать, что это монетизация, продаж сувениров и все остальное. Но мне все-таки, конечно, хочется считать, что это поиск новых, поиск доступа к зрителю. Ну, не знаю, почему люди стрит-артом занимаются, потому что так проще попасть к зрителю. Ну, да. Ну, а это тоже такая форма передвижных. Человек-бутерброд с рекламой ходит, ну, или с рекламой, да, только у тебя тут как будто не реклама, а твое высказывание, оно вот на одежде. Ну, просто вот смотри, монетизация, они в плохом смысле есть. Сейчас говорю, да, просто, ну, это все. Там, не Прошилова, ну, там, старый, там, Серов, Поленов, они условно монетизировали свое творчество, да, они на этом хорошо зарабатывали. Так все, в общем-то. Я про это и говорю, что они в первую очередь зарабатывали, а во вторую уже, наверное, занимались творчеством. Ну, ладно, наверное, ладно. У тебя возможность заниматься творчеством очень быстро иссякнуть, захочется есть, где-то жить. Согласен с тобой абсолютно. И вот смотри, сейчас вот, например, да, вот эти футболки, это на самом деле монетизация монстрации. Вот художественная акция, на которой появился лозунг «здесь вам не Москва». Ну, можно так считать. Ну, в том числе, я говорю, это неплохо, так же, как Серов монетизировал или Поленов свой московский дворик, да, в какой-то момент, вот. И все это возможно через сеть. Без сети это было бы невозможно, как и самовысказывается. Как демонстрация, без сети было бы, скорее всего, невозможно. Вот, то есть последние его, смотри, да, и вообще акционизм и все такое, все, что происходит сейчас, происходит благодаря тому, что есть сеть. Да, мы живем в прекрасное время, удивительно. Если бы не сеть, я думаю, даже и бы знать не знали, что вообще где-то какое-то искусство существует, кроме как то, про которое нам в школе рассказали, да, или в музее показали. Сейчас можно стать, ну, производителем контента, просто заведя себе аккаунт в любой социальной сети там, да, или еще как-то. А что раньше мог делать художник? Ну, рисовать и выставляется, наверное, сам же. Вот, рисовать и выставляется. Или у центра самого дома художников, там замечательная картина тоже. Вот, а сейчас, как бы, делай искусство и пости его в Facebook. И даже, даже, даже и стрит-арт никакой не нужен. Ну, то есть, ну, в смысле, нужен, конечно. Но это там из проблем уличных художников, да, потому что происходит смещение. Вроде как бы классно работать на улице, но многие работают на улице для того, чтобы сфотографировать и запостить в интернет, где это увидят в разы больше людей. И тут тоже уже начинается, что это не совсем уличное искусство, а это искусство. Ну, да, искусство на стыке. Как сделать проект, это первый вопрос, который подхватит несколько городов и тысячи, тысячи и тысячи людей? Нужно взять себе в партнеры центр противодействия экстремизму, попросить их сделать промо. Хороший рецепт. Это вообще был рецепт для людей, которые собираются делать активистские проекты, в том числе благотворительные или НКОшные? То есть нужно обязательно воспользоваться центром Э? По факту наибольший рост у монстрации, если говорить про подключение новых городов, происходили две точки. Эти точки связаны с моим арестом. Девятый год и пятнадцатый. Казалось бы, что там, десять суток дали в пятнадцатом? Ерунда какая-то. Кого сейчас этим удивишь? Тем не менее, я вижу, что в шестнадцатом появляется еще ряд новых городов, которые до этого почему-то не проводили. Ну, не знаю, для каких-то людей это стало какой-то точкой, не знаю, или что-то еще. В девятом-десятом абсолютно это так и выглядело, что вот прессуют за классную штуку, давайте мы себя тоже проведем. Более того, это было время экспериментов. 2004-2005 год в Новосибирске наша группа делала разные всякие штуки. Какие-то из них были интересные, какие-то не очень. А монстрация была привязана к дате, которая каждый год есть 1 мая. И как бы проходил год, приближался 1 мая, возникали вопросы, а что будет у нас в этом? А где собираемся? Даже не так будет или нет, а где собираемся? Вот, то есть вопрос необходимости повтора, он как-то решился сам собой. Будущее его активизма художественного есть? Да бог его знает. Вообще эта терминология такая как бы сомнительная. Может быть это будущее будет у чего-то другого. И так же как с искусством. Но он называется это искусством, потому что может быть придумают термин более подходящий. Искусство же разное очень. Слово художник, длинное размышление о том, что слово артист в английском более широкое, чем слово художник в русском языке. Тебя ожидают, что ты живописец. А все остальное сразу возникают вопросы. Подожди, картина где? Обычно возникает вопрос, а может я нарисовать что-то похожее? Вот, да. И как бы все остальные жанры, все остальные медиа, они как бы исключаются. Художник должен рисовать. Там пловец должен плавать. Ну, может быть он должен прыгать хорошо с этой, с вышки. А, да там прыгун. Вот, ну то есть... Будущее. Ну, я не знаю, будет наверное будущее у активизма. Потому что других возможностей участвовать в жизни общества нет. Ну, я имею ввиду там политических, например. Ты можешь стать, партию собрать, например, и пойти, пользуясь механизмами, предусмотренными нашей конституцией. Да, там пройти, там что-то подправить, законы какие-то. Тебе методично, демонстративно говорят, нет, не можешь. Если ты хочешь партию оппозиционную, да ты, блин, экстремист. Тебе в тюрьме надо сидеть. Да, ну и потребность-то остается. Да, поэтому находятся какие-то иные формы там. Ну вот, не знаю, активизм художественный или еще что-то. Ну, слушай, это же оптимистично. То есть то, что люди из скучной политики свои силы перекинут. Художественный активизм. Да я не думаю, что это сильно разные вещи. Перекидывание как бы, да, все же во взаимосвязи. Ну, то есть если искусство не пересекается с политикой, значит, оно от нее бежит, значит, оно политично, значит, оно говорит, что меня все устраивает. Я пошел все точки рисовать. Как бы, да, и это эскапизм, на мой взгляд. Как художник. Это тоже форма протеста, на самом деле. Писанглав. То есть хиппаны, они же, на самом деле, когда говорили, что, слушайте, отстаньте от нас, все ваше государство, мы будем сидеть, короче. Не-не-не-не, не было такого. Хиппаны ходили маршем на Пентагон, требовали войну в Вьетнаме остановить. Слушай, не было там никакого искусства. У этих же хиппанов ловили в армию отправляли, там было много насущных вопросов, мне кажется. Ну и в целом, я думаю, они столкнулись с каким-то новым миром и не могли смириться с тем, что старые все еще существуют, озвучивают какие-то претензии. Ой, я вспомнил еще про оптимизм. Удивительно. Да, вот этот сексесс-сторий – это будет конец, да? То есть вот прямо сейчас скажешь и все, и мы закончим на самой оптимистичной ноте. Я вспомнил, короче, да, про весь восемнадцатый год, и мои главные впечатления – оптимистичные, наверное. Это удивительно, удивительно, ну об этом сейчас многие говорят, удивительный разрыв между поколениями. То, что ты видишь вот этих вот школьников бедных, которых их заучи мучают, и какими словами они с ними разговаривают. И я пытался представить, что было бы, если бы со мной в школе, когда я учился. Я учился в какое-то волшебное, видимо, время, пошел в школу в девяносто третьем, ну и успел чуть-чуть застать там, да, Путина. То есть, ну, условно говоря, в какое-то свободное время, когда у тебя ничего нет, но тебе все говорят, зато у тебя есть право выбора, ты можешь не ходить в школьной форме, можешь ходить в чем есть. Или ты вот можешь пойти в магазин, а там у тебя такая кола и такая кола, и можешь выбирать между ними. А мы в советское время не могли, да. Вот это ощущение, мне кажется, оно закончилось к концу моей школы, когда в классах стали появляться портреты президента, да, и какие-то вот эти вот превратившиеся в разговоры 2018 года, которые школьники записывают. Как им рассказывают, за что бы их при Сталине расстреляли, там, да, за значки, которые почти как свастики, там, ну, это что за, что это вообще, это немыслимо. Это как бы, это настолько отмирающий старый мир, который вообще не понимает, что тут сейчас, что вот новый он вообще не такой, и он уже как бы не будет таким никогда, и это люди другого поколения, которые так жить не будут хотеть жить так, как жило предыдущее. Вот этот разрыв вселяет хоть, ну, какой-то оптимизм. Я жду и вижу, что это вот какое-то поколение, короче, там сейчас молодежь что-нибудь устроит. Когда их называют школьниками, которым нечего делать, я вспоминаю, что я на монстрацию пошел, когда мне тоже было 17, и я очень серьезен был. Для тебя это было важно? Для меня это было важно, это все, что я мог сделать. Ну, то есть я как бы осмысленно шел туда, потому что я понимал, что это мое политическое высказывание сегодня, вот так оно выглядит. И мне это все интересно, на самом деле хочу разбираться и читать, и все на свете. И то, что сейчас школьников списывают на их возраст, блин, это вообще неправильно. И все забыли себя в 17, наверное. Ну да, это самое-самое. Слушай, ну все, класс, спасибо, что хорошее интервью, хороший прогноз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!